теперь смотрите снова сергей ткаченко все-таки сергей ткаченко вот он написал именно то часть письма что у нас специалисты считают что не будет этих самых персиденья растут не растут не растут я уже со мной не высказал у меня бросили все таких легче войти чем абрикосы у них есть своя специфика не так гниют как абрикос и теперь вторая полная письма добрый день я проживаю в Санкт-Петербурге это я повторил вторая полная письма внимание сейчас вы будете удивлены абрикосы у нас растут вообще без проблем даже я который считается знаю достаточно много общаюсь это сама я руку наталья привет вот это я не все помню по фамилии вот антон сапронов они сапронова павел троценко привет и вот получается что у них абрикосы растут без проблем для меня а я ему должен верить ведь у меня даже свой канал если вот показываю вот я дальше читаю развесив уши выведены специально до северо-запада а чем может быть прошло десять лет с тех пор когда меня убили в голову убили что там ничего не растет не то что не может расти я наоборот считаю что может я считаю что может а бери в голову что там их просто нет вообще нет все корки меня получил несколько писем получил в десяток фотографий уже с моими абрикосами с плодами я их показывал вам но там было то что видите как у меня морозобои на прикосах великое множество всех но они не убивают деревья у меня сухой кривы а там те же морозобои на вы помните эти черные они такие черного цвета это то что там влаги больше и и у них морозобоины не как у меня как бы сказать то дерево их победила и обошло того я не раз показывал как это морозобоин обходит и продолжает расти а у них чернота и гниение но плоды были и но это еще я даже своих хвалить и могу душа такое разве можно считать закономерности если 34 чека отчитались о том что у них вы абрикосы растут тем более вижу деревья чуть ли не больны вот ничего не вижу и вдруг внимание читаем дальше я хочу разобраться я заранее ничего не подозревая я хочу разобраться все-таки это частное письмо почему потому что всех праздником человек поздравляет да но письмо мне пришло бы поздравлять всех праздником то есть получается это он своими руками взял набрал шрифт а б р и абрикосы растут без проблем вот это вот и выделил у них окажется без проблем да я стал разбираться дальше читаем абрикос достаточно новая культура кстати не расслабляйтесь это касается и хабаровского края это касается при море это касается эти самые весь северо-запад давайте туда и псковского вы сдавайте туда ленинградского вы сдавайте туда всю прибалтику давай вплоть до это это эстония латвии литву давайте сюда присобачим это и все что сюда калининград давайте сюда калининградского вы это огромный регион сколько семь или восемь назвал так огромный регион смотрим абрикос достается новой культурой для гадской области однако она уже хорошо здесь прожилась и спешно развивается читаем потому что потом у меня будет вопрос созданы современные сорта абрикосы которые отлично переносят низкой температуры и колебания основная проблема нашего региона почвы плодородных влажность да совершенно верно абрикосы узнаются в легких плодородных почвах нейтральной или слабочной реакции согласен плохо переносит перевлажнения согласен это засухоустойчивая культура с мощной кардиосистемы учимся ребята дальше поэтому сажать деревья абрикоса лучше на солнечных сухих приборках тщательно готовить посадочное место достаточного размера в остальном культура несложный уходе как правило сорта северного абрикоса устойчивы грибковым заболеванием и не требует многочисленных обработок так конечно это устойчивы да тем более считаю что грибковых заболеваний в принципе не бывает вообще их не бывает грибковых заболеваний бывает только этих самых заболеваний которые грибам не имеют никакого отношения если покрылись они морозовое покрылись там допустим солнечными жогами вот бактериальные эти болезни они такие же как мы у них тоже бактерии бывают смертельно опасные согласен но сами грибковых заболеваний нет ну чё я придираюсь здесь хотя бы написано устойчивы грибковых заболеваний не требует мактических обработок вот если не считать что вот это неудачная вот но это один на всей планете так считаю поэтому уже пока не вращать внимание и согласиться не требует мактического слава богу других местах я потом покажу абрикосы надо каждый год обрезать да еще несколько раз вот тут еще спасибо как его как его как через каченко но есть еще но саженцы абрикоса нашего питомника выращены на полях соблюдением всех необходимых агротехнических требований мы сейчас будем искать эти поля и готовы к переезду ваш сад только ранежные сорта то есть утверждается что ранежные сорта есть санкт-петербург то есть любезная область я вот до сюда дошел уже уши разве 10 прошло когда уже у меня установилась устойчивое мнение внушеная не немножко да я знаю там ни разу не мог просто люди утверждают у нас ничего то нет у нас все загнивает значит несколько заявлений было следующее вспоминаем я и защиту вспоминаю ниглядской области нет ни одного абрикоса они же люди которые утверждали они видели со своей колокольни они могли не знать что где-то все таки есть это есть например если абрикос обнаружены мной в огромном я пример привожу и так подмосковье огромный дачи массив пройдено несколько сотен дач пройдено несколько внутри остальные снаружи жиденькие эти заборы все видно и только обнаружен единственный абрикос у него вещь там был забинтован и росло несколько плодиков здоровья только разозревал это было конец и середина июня нет июля июля и вот получается может когда я увидел один нашел единственный абрикос на всю округу может считать что их нет скажет этот самый пессимист оптимист скажет да вот же он ну что что переведу вот же он есть значит получается там расти могут вот видите какое отношение и тогда я дошел до сюда внимание и так проводим экспертизу внимание вот это все из письма я беру нажимаю вот это внимательно вот когда я сюда еще ничего не делал вот видите нажмите и щелкните ссылку вот я так нажимаю нажал и так что я вижу я вижу что он есть в яндексе давайте найти это изображение в яндексе вот это очень важно потому что я хочу знать правду я сейчас буду листать приготовьтесь вот причем я покажу только часть сходите на кухню попейте чай возвращайтесь пока я листаю сходили чай попили вернулись а я все листаю вот так вот растение урал уже сливы стал желтыми хаптами слова сливы стал слова слива абрикос сибиряк купить в интернет-магазине сколько лапши трюм северный ну бекер это ясно бекер это рекордсмен по изъятию денег из карманов наивных вот что такое бекер вот по ком тюрьма плачет только у нас не принято этим мошенников садить никополь украина кстати алчевск не за игру всех знает что у них конечно нету этого самого у них только фотография есть зато знает 5 баллов да интересно как они по внешнему виду определили сколько тут это снова боже мой цена 1323 за что комплектами продается красномясо красиво название красномясо слава севера нью-джерси конечно купишь если таким названием нью-джерси значит с америки до москва московская область вот не питер черное сияние интернет-магазин экосад интересок в магазине если вы позвоните они ускажутся откуда магазин то привезли и пусть дохнет пока не купит вот 132 гривна значит украины я планирую ну ладно это проехали ну чё блин мы теряем теряем это я наверх не ставим в общем вы поняли итак теперь я хочу спросить Сергея дорогой Сергей где сад в котором растет вот это вот фотография явно не ваша она в каком-то южном саде скорее всего западная Европа скорее всего вот вы взяли вставили фотографию а как получилось что ранированные сарта ни одной фотографии нет и очень сомнения ну почему сомнения мои не только потому что он не сделал ни одной фотографии это такой сад это он должен быть известен вот ну в общем я теперь обращаюсь ко всем тем кто имеют отношение к абрикосам тем кто имеют отношение к Олимпиадской области найдите сад мы не будем придираться вот мы будем раскручивать но только если мы будем уверены что это надо и людям вот у Субтитры создавал DimaTorzok